Передовый опыт белорусских следствий будет применять на Браншине. Про это поведомил начальник управления Следующего комитета Беларуси по Гомельской области. Решение было принято подчас рабочего визита нашей делегации в соседнюю Украину. Такая встреча с оправдным плацдаром для умоцования двух ведомств. В ходе визита специалисты поделились передовым опытом о борьбе с коррупцией и организованной злочинностью. Вызначили неколькие моменты, которые позволят выполнить международное доручение в более степлые термины. Как выник подписание рабочего протокола об взаимодействии. Так само российскими коллегами стануча была принята и на працовке белорусских следствий. Специальная автоматизованная информационная система След, и она позволяет системизировать и объединить справы по огульных предметах. Как пример, допустим, хищение с использованием какой-то определенной банковской карточки либо с определенного телефонного номера. Мы этот номер вводим в автоматизированную информационную систему, нам сразу выдает в автоматическом режиме совпадение. То есть, где, какие преступления были совершены с использованием этой же банковской карточки или с этого же номера мобильного телефона. И это намного упрощает нашу работу. То есть, мы можем систематизировать дела, объединить их и расследовать уже не десятки разрозненных уголовных дел, а одно целое. И что характерно, эта информационная система – это разработка следователей, непосредственно белорусских следователей. И она успешно уже себя зарекомендовала. И вот, как показывает практика, возможно, будет использована и в других государствах. В настоящий момент у нас взаимное сотрудничество в области уголовного процесса основывается на международных актах, на уголовном законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации. Этот упрощенный порядок, который в настоящий момент имеется между сопредельными областями Гомельской и Брянской области, позволяет нам в кратчайшие сроки исполнять отдельные поручения, которые поступают по уголовным делам. В течение 2021 года было не менее 10. Все они исполнены в кратчайшие сроки и на высоком профессиональном уровне, как со стороны Российской Федерации, так и с белорусской стороны. Супрационерство продолжилось и на спортивной плясу. Команда из России приняла удел у турниры по мини-футболе. Он проводится на Гомельщине шестый год запор и уже стал традиционным. Представники разных силовых структур региона сустрелись на поле Жлобинского палаца гульневых видов спорта. До речи, первое место завоевала команда войсковой части номер 1242. Субтитры создавал DimaTorzok